Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов и это очередная передача из цикла об истории средних веков, третий сезон, где мы говорим об истории Британии, начали с истории Донормандской Англии, потом продолжили по Англии, потом перешли на другие части Британских островов и вот в этой завершающей части цикла будем говорить об Ирландии, будет три или четыре выпуска у нас. Я напоминаю, что у меня есть страничка на сайте Pateron, patron.com, касая VAL-KHO-KHO-KHOV. Если у вас есть возможность подпишать мой проект, то, пожалуйста, присоединяйтесь к моему сообществу на Патрон. Также подписывайтесь на мой канал по YouTube, который можно найти по моему имени Вэлл Кохлов, и там будут публиковаться и дальнейшие части цикла и другие видео. Собственно, в нашем цикле возникла довольно существенная задержка после предыдущего выпуска с обзором об истории Шекландии, потому что тема Ирландии оказалась довольно сложной, вообще она получает обычно очень мало внимания, это очень такая нишевая тема, мне было нелегко найти подходящий источник, несмотря на то, что на Википедии есть довольно много информации о королях Ирландии, там прям такая подробная тема, но мне хотелось найти что-то такое в виде книги, и вот я взял в итоге книгу «Элис Стопфорд Грин. История ирландского государства», но эта книга покрывает события до 2014 года, поэтому в основном мы будем говорить о таком более раннем периоде. Ирландия в высоком средневековье, мы коснемся, ну по материалам в основном в Википедии. Ну, собственно, тогда давайте приступим. Ирландия – страна достаточно уникальная в Западной Европе, благодаря тому, что она не знала ни римского владычества, ни какого-то значительного нашествия германцев. Таким образом, это единственная страна в Западной Европе, где сохранился кельтский элемент, в таком первозданном виде, а ведь когда-то кельты доминировали в Европе, но, в общем-то, их цивилизация сошла на нет к высокому средневековью. Однако кельты, как считает Грин, не были первыми обитателями Ирландии. Они пришли из континентальной Европы, их первоначальным ареалом обитания была Верхняя Австрия. Для меня это было удивительно, но, то есть, я так особо не знал, я думал, кельты – это в основном Галлия. То есть, Франция нынешней оказалась нет, оказалось, они пришли на юг Франции и в Испанию, скорее обратите внимание, между 700 и 600 годами до нашей эры, как раз вот оттуда, сверху и Дуная. Значит, а уже позже они расселились и на всей территории Галлии. Северную Галлию они освоили примерно к 450 году до нашей эры. А где-то на век позже, около 350 года до нашей эры, первые галлы, не галлы, а кельты, переправились на острова, и, скорее всего, это были пикты, племена, которые впоследствии мы назовем пиктами. А еще где-то через 150-200 лет, то есть, это около 200-го или 150-го года до нашей эры, на британские острова переправились следующие, вторая волна кельтских племен, и это уже были бритты и галлы. Вот они вытеснили пиктов на север, соответственно, острова Великобритания и острова Ирландия. А если мы говорим уже о таком легендарном периоде ирландской истории, в нем мы видим пять королевств гэллов, гэльских племен, которые, в общем-то, подчинили себе первоначальных обитателей острова. И вот эти пять королевств, это Коннах на западе, это Улет на севере, это Муман или Муму на юго-западе, прошу прощения, на юго-востоке и на востоке было два королевства Лайн, северный и южный Лайн, соответственно, северная, скорее, восточная часть нынешней Ирландии, а южный Лайн это юго-восток острова. Есть легенда так называемого Улэцкого цикла, еще его называют Ольстерский цикл, о том, что вот когда-то была такая королева-матриарх Пиктов Мэдв, она вышла замуж сначала за короля Коннахта, короля Улэда Конхобара, а уже затем за короля Коннахта Айлила. И легенда рассказывает о том, что тогда ополчились четыре королевства против Улэда, они разбили Конхобора, и с тех пор началась эра доминирования Коннахта в Ирландии. И якобы эти события происходили в начале первого века нашей эры. Через шесть поколений, если считать от отца королевы Мэдв, в этом роду родился принц Туэтал. Причем родился он в Британии, куда был изгнан его отец. Вот Туэтал вернулся в Ирландию, победил тогдашних королей и перекроил карту острова. Он создал для себя новое королевство Миде, или Срединные земли, с центром в городе Тара. На самом деле это ранее был Северный Лайн, то есть вот как бы он откусил кусочек от Северного Лайна, значительную его часть, и там создал королевство Миде. И Тара стала резиденцией верховных королей Ирландии, потому что Туэтал стал первым, вот таким по легенде, верховным королем Ирландии. Внуком Туэтала был легендарный верховный король Конн-Ста-Битв, рождение которого якобы ознаменовалось открытием пяти скрытых дорог, которые вели в Тару. Ну, скрытых до того времени, как принц Конн родился. Значит, все это легенды, конечно же, это доисторический период. Связь легендарного времени и исторического происходит через Ниела Нойги-Элеха, или же Ниела девяти заложников, якобы в седьмом колене. Это был потомок Конна-Ста-Битв. И правил он на рубеже четвертого и пятого веков, примерно в то время, когда римляне уходили из Британии. Якобы он был вовлечен в междоусобные войны в поздней Римской империи. Вот этот Ниел, девять заложников, также упоминается в жизни описание самого знаменитого ирландского святого Патрика. Но тогда он должен был бы править ближе к середине пятого века. Преемник Ниела, вероятно, его племянник, Нат-Первый, также участвовал в римских междоусобицах и погиб на континенте. Это вот войны начала пятого века, скорее всего, а может быть и нет. Мы точно все-таки эту датировку не знаем. Но то, что в конце четвертого, начале пятого или в середине пятого века в Ирландии усиливается дом и Ниел, то есть дом потомков Ниела, девяти заложников, это, в общем-то, факт. Началось, на самом деле, это еще при деде Ниела. И вот этот дом, который владел Коннахтом, пошел войной на Улет, или же Ульстер, или же Алстер, или Ольстер, как вот сейчас говорят, и разбил это вот Северное Королевство. При Ниеле разгром Улэда был довершен. От Старого Королевства осталась лишь его восточная часть, значит, прибрежная, скажем так, в сторону Британии. А остальной север отошел, как бы, потомкам Ниелам. Но, правда, надо сказать, что к тому времени там уже вместо Улэда было несколько королевств. Там был, в частности, Дел-Риэде, о котором мы говорили в предыдущем выпуске. У Дел-Риэда были земли и в Ирландии, а также на западе Шотландии, и на островах в Ирландском море. Но вот, что касается... Ну, там было еще несколько королевств на востоке, вот этих независимых от дома и Ниелу. А вот западная часть бывшего Улэда была разделена между тремя сыновьями Ниела, девять заложников, и вот от них пошла северная ветвь дома и Ниелу. А на юге же бывшего Улэда образовалось королевство Айр-Геалла, которым не владели и Ниелы. А у Ниела было не только эти три сына, у него были еще и другие сыновья. И вот остальная часть его потомков, они стали править на юге. И это южная ветвь Ниел. Их земли, это, собственно, и были Миде. То есть это земли к востоку от Коннахта, к югу от Айр-Геаллы, и к северу от Лайна или Лейнстера, как уже стали называть остаток того королевства. Но по легенде король Коннахта Кайрбре, прапрадед Ниела, девяти заложников, он захватил этот вот край Нида. Хотя, с другой стороны, вроде бы там же и Туэталл был, ну, как бы не очень тут эти легенды стыкуются. Но, тем не менее, вот когда Кайрбре, по легенде, захватил этот край, он это сделал, потому что король Лайна, или же Лейнстера, как стали позже говорить, не заплатил положенную дань. И Лейнстер оказался ограничен южным Лайном. А вот Кайрбре получил прозвище «Любимец Лиффи». Лиффи – это река, на которой стоит нынешний Дублин. Это главная река в той части Ирландии. Дублина тогда еще не было, конечно же, и это гораздо более позже основан город. Но Лиффи – река была, и вот этот король там вроде бы как-то жил. Неизвестно, правда это или нет, но вот к концу V века южная ветвь дома Иньел закрепилась в тех местах, в королевстве Миде, где, в общем-то, и находилась столица, тогдашняя столица Ирландии, город Тара, традиционное место обитания Берковного короля. В результате, к тому периоду, который мы можем считать уже не легендарным, а историческим. Ирландия состояла из семи относительно вот таких определенных по территории королевств, хотя само слово королевство весьма условное. Мы убедимся в этом, когда будем говорить о структуре ирландского общества. Это далеко не такая тривиальная вещь, и слово королевство – это очень условное обозначение, но тем не менее вот эти семь регионов, семь региональных королевств следующие. На западе – это Коннахт. Это королевство расширилось на северо-восток, на Тир, Бриуин. Вот в этом королевстве правил дом Коннастабит, но не Иньел, а другие ветви, потому что Иньел был там от второго брака своего отца, а от первого брака там были три сына еще, как бы старших сына, и вот они образовали правящий дом в Коннахте, так называемый Коннахту. Значит, дальше было королевство Айр-Геала, на юге и в центре бывшего Улэда. Это королевство тесно связано с Коннахтой. Значит, дальше было королевство северных Иньел, это вот запад бывшего Улэда, северо-запад. Еще это королевство называли Айлэх, и, конечно же, это королевство было теснее всего связано с королевством южных Иньел в Миде. Ну и, чтобы завершить уже север, был еще малый Ульстер, то, что осталось от независимого Улэда, земли на его востоке, на северо-востоке, и они тогда были независимы и от Коннахты, и от Иньел. Далее, уже упоминавшееся королевство южной ветви дома Иньел в центре с Тарой, и это королевство называли еще Миде. И, наконец, оставшиеся две части на юге, Лейнстер, или оставшаяся часть южного королевства Лайн, это к югу от реки Лифи. Ну, это южный Лайн, еще кое-какие земли северного Лайна, но это то, что лежало к югу от реки Лифи, на юго-восточной части острова. И большое королевство Мунстер, или же раньше его называли Муму, или еще его стали потом называть по имени столицы, Кэшел. Это вот та часть Ирландии, довольно большая, которая в наибольшей степени сохранила независимость и автономию от правящих домов и Коннахты, и Иньел, на севере и в центре Ирландии. То есть, это вот юго-западная часть, довольно большая, Мунстер, это наиболее такая автономная область от прочей Ирландии. Здесь может возникнуть вопрос, вот этот дом Иньел, это же верховный король, Иньел, девять соложников, как получилось так, что свое родное королевство Коннахт, он не контролировал? Ну, тогда в Ирландии была совсем другая система наследования, чем установилась затем в Европе. Пять поколений, или по другим сведениям, четыре поколения одной семьи составляли так называемую истинную семью, или Дервина. Это прадед, дед, отец и сын. Значит, и вот в рамках Дервины было наследование королевской власти. Вот кто будет именно королем, решало, в общем-то, собрание свободных людей, ну, вернее, высшего сословия, но об этом мы поговорим отдельно, в отдельном выпуске. Но, как бы, король избирался, но избирался из вот этой правящей семьи. То есть, у него в Дервине должен уже был быть король. И вот в конце пятого века правнук Ньела Муихертах Мак-Эрка из северных Индий оказался в критической ситуации. В его Дервина не было королей. Ни отец, ни дед не были королями. Если бы он тоже не был королем, а как раз сменялось Дервина, то следующая Дервина, его потомки, не могли претендовать на корону. И, соответственно, ему надо было срочно что-то делать. А верховным королем в Таре тогда был Айлил Молд, сын Ната Первого. А Нат Первый был племянником Ньела. То есть, королевство вообще уплывало от дома Иньел. Потому что, ну, племянник, он, соответственно, из другой линии, из линии вот тех династий Каннахта, которые в Коннахте пролили. И вот Муихертах пошел в союз со своими родственниками. То есть, с южной ветвью дома Иньел. Также с королями Лайна, которые были обижены на верховного короля. И вот в битве при Охе Айлил Молд погиб. Ну, правда, верховным королем стал другой там внук Ньела из южных Иньел как раз. А вот уже следующим верховным королем стал Муихертах. То есть, вот он обеспечил таким образом корону верховного короля и южной ветви Иньел, и северной ветви Иньел. И, в общем-то, все потомки Ньела девяти заложников дальше были по очереди верховными королями. И это продолжалось более чем пятьсот лет. В шестом, одиннадцатом веках верховные короли Ирландии практически все были из этого дома. Там было пару исключений, но, в принципе, это корона верховного короля с тех пор на пятьсот лет пошла в дом Иньел. Да, но был же еще Айлил Молд, который погиб. Но, тем не менее, у него были свои наследники и у его родов из Канахты, то есть, из рода Конна, но не из рода Ньела, то есть, из рода братьев Ньела. Значит, там, по-видимому, в Коннахте тоже сменилась Дарвина. Дом Иньел с тех пор утратил права на корону вот этого королевства Коннахта. А вот потомки других как бы ветвей рода Конна как раз эту корону и получили. Значит, и на протяжении пятистолетий именно они правили в Коннахте. Это дома и Фиехрех, откуда происходил Айлил Молд, дом и Бриуин. То есть, вот два дома. Но, на самом деле, там было три брата Брион, Фиехре и Айлил. Это вот сводные братья Ньела. То есть, потомки от первого брака отца Ньела, а Ньел потомок от второго брака. И матери разные. Да, ну, вот отец один. И вот в Коннахте стали править вот эти три ветви старшие. Ну, правда, одна прервалась и осталось две вот эти потомки Бриона и Бриуин и потомки Фиехре и Фиехрех. Значит, а вот, собственно, на землях северных и южных Ньел, так же, как и в Таре, стали править потомки Ньел. Вот, в общем-то, ситуация, которая сложилась в Ирландии к началу шестого века. И этот статус-кво установился на, как я уже говорил, более чем пять столетий до начала одиннадцатого века. Грин в своей книге пишет, что где-то с 602 года после смерти Верховного Короля Аэда Слайне для Ирландии уже были не характерны междоусобные войны. Ну, это, правда, вопрос, но, тем не менее, скорее всего, там что-то такое кардинально изменилось, потому что политическая структура действительно стабилизировалась. В седьмом-восьмом веках остров переживал эпоху довольно длительной внутренней, ну, такой относительной стабильности и относительного процветания. И мы уже говорили, что Ирландия стала одной из самых благополучных частей Европы именно в седьмом-восьмом веке. Верховную власть в Тарии имел дом Иньел, и никто это не оспаривал. Там чередовались действительно представители северной и южной ветвей. Между ними, между устовиц, конечно, там тоже были. В Коннахте правили другие ветви дома Конна, о которых я рассказывал только что. В Альстере или Ульстере, самой вот такой северо-восточной части бывшего Улада были королевства Дел-Арайде, Коннахил и упоминавшиеся уже Дел-Риэде. Но первые два они в основном были королевствами пиктов и как бы не очень важными. Дел-Риэде было куда важнее. Мы вот встречали его в обзоре истории Шотландии. Оно распространилось после 470-го года вот как раз через море на земли на юго-западе Шотландии и на острова. Однако была такая битва знаменательная при Мак-Рот в 637-м году и вот Дел-Риэде потерпела сокрушительное поражение от верховного короля Домна-Второго. В результате Дом-Иньел прочно подчинил себе север Ирландии. Хотя вот там эти королевства Дел-Арайде и Дел-Риэде сохранились, но по крайней мере до нашествия викингов в 9-м веке они еще как бы там подчиненное существование влачили. Земли с северо-востока Ирландии в свою очередь были более всего открыты к набегам со стороны Великобритании. Например, в 684-м году при попытке подчинить эти земли это предпринял король Эгфрид. Дальше бриты также совершали то есть кельтских временах не англы совершали на рубеже 7-8 веков набеги, но после где-то бурного такого 30-летия набеги к 717 году завершились. После этого более чем на 100 лет Ирландию оставили в покоре, то есть до периода нашествий викингов. Это уже внешних таких нашествий не было. В это время усиливается роль церкви, монастырей, но об этом тоже будет отдельный разговор. Лавадская церковь это большая тема. Значит в 827 году король Айлыха Ниел Кайле а Айлых это земли как раз северных Иньел. Значит так вот этот вот Ниел Кайле одержал победу при Лет Камме после этого стал верховным королем Ирландии и вот в его управлении где-то около 845 года как раз на территории Ирландии начали появляться первые постоянные поселения викингов как раз в районе Дублина. Почему мы об этом тоже поговорим. Но Ниел Кайле он в принципе одерживал над викингами какие-то победы но не смог восприниматься к тому чтобы они там закрепились. Значит о викингах поговорим в следующем выпуске а давайте сейчас обратимся к другой части Ирландии к югу вот дом Иньел он прочно закрепился в центре и на севере на западе уверенно себя чувствовали дома Каннахты Лейнстер теперь на юго-востоке Ирландии он неадекватно подвергался набегам со стороны верховных королей из дома Иньел и они его все-таки окончательно не смогли покорить в отличие от Ульстера А вот королевство Мунстер на юго-западе наиболее далеко от Тары оно практически не было подвластно верховным королям и вот главным городом был упомянут уже Кэшел Кашел его король имел под своей властью 19 подчиненных королей вот этого региона Мунстера книга прав упоминает о том что платежи собираем королем Кашела с подчиненных ему земель намного превосходили те которые собирали короли остальных шести регионов то есть это такая наиболее видимо богатая часть Ирландии была первым христианским королем этого Мунстера или же Му был некий Энгус из дома Эоганнахта и вот этот вот дом Эоганнахта очень долго с тех пор правил в Мунстере вот Энгус правил где-то во второй половине пятого века по преданию он принял крещение от святого Патрика вот поэтому мы где-то датировку можем так установить в восьмом веке намного позже в 733 году его потомок король Кашала Кахал Макфинген почувствовал себя уже довольно сильным и попробовал бросить вызов верховному королю он взял на себя председательствование на ассамблее Тайл Тиу а это была прерогатива верховного короля в принципе некоторые авторы считают что Кахал мог считаться одно время даже верховным королем но при попытке захватить Лайнстер в 735 году он был разбит ну хотя он сохранил свою жизнь и трон в Кашале но уже как бы на верховную власть претендовать точно не мог через сто лет другой представитель дома Эоганнахта Фейдлимит Мак Кримхайн объединил под своей властью весь юг то есть и Мунстер и Лайнстер и вот на вершине своего могущества в 830-х годах он уже считался действительно верховным королем Ирландии это вот такое единственное исключение когда не Иньел даже вот так формально можно сказать был верховным королем и вот в борьбе за верховную власть он сошелся с упомянутым выше Ниелом Кайло несколько лет они вели такие войны между собой между севером и югом Ирландии по южным летописям Фейдлимит без боя покорил Коннахт разорил Миде но в 841 году все-таки Ниел Кайло при Маг Охтаре разбил Фейдлимида и с тех пор корона вернулась верховная корона вернулась в дом Иньел и не оспаривалась с тех пор больше южанами хотя Фейдлимит жизнь сохранил его не убили он даже остался королем в Кэшеле ну правда вскоре умер но дом его Эоганнахта еще длительное время правил Мунстером ну по крайней мере до конца или до второй половины десятого века когда сначала Мунстер а затем всю Ирландию объединит под своей властью великий верховный король Брайан Бору ну это уже будет намного позже а на этом вот такую наиболее раннюю часть истории Ирландии мы с вами посмотрели и дальше следующий выпуск это будет уже эпоха нашествий викингов и достаточно таких больших войн это Ирландия в конце раннего средневековья и в высоком средневековье так что оставайтесь на канале подписывайтесь на мой канал в ютуб присоединяйтесь к моему сообществу на сайте патреон патреон.ком касая В-А-Л подчеркивание К-Х-О К-Х-Л-О-В и будут еще ждите следующих видео будет интересно спасибо еще раз вам за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания субтитры